Я хочу вам показать, как делать шугаринг подмышками себе самой. Я без перчаток, у меня есть шпат. Хотела шпатлю наработать, но я иногда его использую. Подмышку я уже свою обработала, не знаю, видно будет, а тут я не смогу, да, вылечить, ладно. Короче, волосков у меня очень мало и незаметно, но у меня есть тут седые волоски некоторые. И таким образом я смотрю на просвет, на шпат. Я обработала лосьоном перед депиляцией. Следом я посыпала так, для сцепления хорошего сахара с волосом, для того, чтобы кожа не перегревалась и чтобы не было травматизации кожи. Я не очень хорошо вижу, но я вижу их все равно. Я поставила шпатель, так как паста плотная, в помещении у меня очень жарко и среднее у меня может растаять, я не смогу удалить. Я медленно провожу. Если я в перчатках, то я делаю это пальцами в перчатках. Ну, так как я без перчаток, да, у меня все сняла, уже мне не хочется их тратить, я сняла на шпательок. Я знаю, как у меня растут волосы, они растут все вверх, поэтому я провожу чуть дальше и резким движением я убираю. Эти стрессы я себе не делаю, потому что мне абсолютно не больно, мне абсолютно все хорошо. Дальше вот таким образом медленно протягиваю, для того, чтобы паста успела подтаять и сиропом упустилась к луковице и не захватила так, как нужно. И резким движением строго вверх. Так, сейчас я погляжу зеркало. Так, вижу. Поставила я там, где у меня паста немножко перекрутилась. У меня там один волосок. В шпателе, вообще-то, когда вы работаете, надо его держать где-то 45 градусов. Таким образом притягиваете несколько раз. Медленно, срываете резко. Да, у меня тут нет натяжения. Но я очень гибкая, я руку очень хорошо назад закидываю, потом у меня тут все хорошо. Я могла бы, конечно, чуть дотянуть, но у меня все нормально. Еще раз проконтролирую себя. Смотрю хорошенько вот тут внизу. Внизу видела еще волоски. Вот таким образом. Несколько приемов, у меня все удалилось. Ну вот, вот и все. Малюсенький-малюсенький еще там есть. Я смотрю, как он растет, в какую сторону. Наношу по росту, вернее, против роста наношу, срываю по росту. Все, ничего у меня здесь нет. Нет, вот нашла один длинненький, тонюсенький. Они такие тонкие, что незаметно. Их надо хорошо приглядывать, чтобы их найти. Они тонкие, хотя и длинные. Еще можно посмотреть на просвет. Вот так вот, когда я смотрю вот так вот, боком. Когда я смотрю, вот я как раз могу это что-то видеть. Ничего не вижу. Но, под этой рукой у меня больше волос. Почему? Как вы думаете, почему на правой подмышке волос всегда больше? На рабочей я имею в виду. Так, это право. Большинство рабочая рука всегда больше волосков. Ну, больше это, конечно, вот так я покрячилась. Но их тут, их у меня есть. Как показать на просвет. Они есть тут, да. Даже длинненькие. Поэтому, может быть, на большом экране будет лучше видно. Что я делаю? Я смотрю, как растут волоски. И лучше, конечно, это делать перед зеркалом, чтобы посмотреть, где это как. Вот я поставила, я посмотрела, как они растут у меня. И делаю такую дорожечку. Я могу ее сделать длинную. Рука у меня очень хорошо сгибается. Раньше я еще в дочи была. Гибче. Гибче-пригибче. Я загибалась, как фига. Сейчас у меня уже кости идти, но все равно я могу. И резко. Конечно, эта рука не так удобна, как той, которой надо. Ну, все это быстро. Сейчас я еще посмотрю. Так. Поставила просто. Поставила. Умедельно притягиваю. Мне плохо видно. Тут как раз у меня кнопочка. Из этой кнопочки не видно. Так. Отошла, чтобы сорвать. Опа! Трис. Трис. Здесь не так удобно. И я здесь не могу сорвать. Надо. Так. Смотрим следующую партию. Так. Здесь почти уже нет ничего. Ну, кое-что есть. Притягиваем. Я так не попадаю, потому что я смотрю в камеру. Сейчас посмотрите в зеркало. Вот так лучше. Ага. Не очень себе, конечно, удобно. Ну, нормально. Пальцами намного мне легче делать. Потому что я со шпателем как бы не работаю. И поэтому ловкости такой нет. Хотя я удаляю на ногах волоски, на пальцах вернее. На пальцах остается. Когда волоски там немножко поплотнее, нужна паста. Я беру шпатель и удаляю шпатель. Вот и все. Чистота и красота. Я смотрю на просвет, смотрю по-всякому, но я их не вижу. Что теперь нужно сделать для этого? Пасту в ногу. Горячей водой все это хорошо. Лосьоном. Золотый клевер. Это моя марка. Мята. Клевер называется. Здесь есть мята для очищения кожи. Он обезжиривает, удаляет грязь, пот, жир. Я не то дела. Я не то дела. Это перед. Этот лосьон перед депиляцией. Он подготавливает, обезжиривает кожу. Удаляет грязь под жир. Дезодорант, макияж. Мы это сначала снимаем. Подготавливает кожу к процедуре депиляции. Размельчает роговевшие клетки кожи. С лицевого спирта, мята. С лицевого спирта для того, чтобы на коже немножко размельчались роговевшие клетки. Легче было удалить. Лосьон после депиляции лимон и лайм. Для снятия липкого слоя после процедуры депиляции, когда вы уже обработали все и после талька уже. Снимает покраснение и раздражение. Успокаивает и питает кожу. Увлажняет, задерживая влагу. Выравнивает цвет кожи. Вы можете для лица его использовать вот такая штука. С витамином С для здоровья вашей кожи. В вашей коже будут такие вкусняшки. Вкусняшные вкусняшки. Я все это протираю. Потому что все эти препараты, которые здесь есть, они очень полезны для кожи. Они успокаивают, снимают отражение, как было написано. Даже там есть средства от морщин. Которые убивают микробы. И которые не портятся. Это лосьон у меня не портится. Обязательно нужно подсушить кожу. Подсушить. Потому что на мокрую кожу тальк не насыпается. Затем гипертальк. Когда у меня клиент, я одной рукой прикрываю. Чтобы клиенту в дыхательном пути не попал тальк. Так как он рассыпучий, летучий такой. Так как я гнусь, гнусь, пригнусь. Только должно быть достаточно тальк. В этом тальке содержится оксицинка. Который убивается микробы. И не дает распространения никаких микробов. Здесь есть сам по себе тальк. И есть крахмал. Который очень благоприятно влияет на кожу. Очень благоприятно. Он как раз и затягивает поры. И убирает всю влагу. Упитывает себя. Абсорбирует ее. Абсорбирует. Все, крутила. Можно этим тальком пользоваться вместо десторанта. Он не имеет никакого запаха. И не будет никаких раздражающих факторов. И не будет перебивать ваши духи. Ну, конечно, вообще делаю я это за 5 минут так нормально. Я протерла. Присыпала. Удалила. Удалила. Опять протерла. И опять присыпала. Очень быстро. Волосков мало. Если, конечно, у вас тут очень много. Вам будет сложнее. Вам сначала нужно сходить к мастеру. Чтобы мастер хотя бы с полгодика их поубирал. Чтобы у вас они уменьшились в размере. Потому что если у вас будет много волос. Если они еще будут короткие, изобритые. Это будет вообще неудобно. Поэтому вы должны отрастить их. Если вам хочется отрастить. Немножко подстричь длину. Потому что, когда волоски отрастают. Естественным образом, какая-то часть из них выпадает. И потом вы уже смотрите, как растут волоски у вас. В какую сторону. Ну, ничего. И затем уже медленно проводите против роста. Несколько раз. Лучше, конечно, натягивать кожу. Ну, если выглядите тоже не как я, допустим. То это плюс. Вы натягиваете кожу. Натягиваете пасту. Протягиваете. Протягиваете чуть дальше перед срывом. И резко срываете. Параллельно поверхности кожи. Пальчики перпендикулярно. И срываете резко. Резко это значит вот так. Прям вы не должны успеть за рукой. Если вы будете ее тянуть туда-сюда. Вот так вот. Бояться себе сделать более. То вам будет очень больно. Поэтому. Все. Так же можно сделать себе и на ногах. И на руках. И усики себе можно сделать. Вот если кому-то интересно, я сделаю усики. Можно сделать лицо. Потому что у меня тоже есть мелкий пушок. Который тоже нужно убирать. Вы не представляете, какое чудесное лицо после шугаринга. Оно до такой степени мягкое. Оно до такой степени, как попка у младенца. Оно до такой степени мягкое. Оно такое гладкое. Вот эти вот пушинки все убираются. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик. Я с вами. Я с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok